Если ты дьявол, тебе это не повредит. Роман и Майна Рида заставляли грезить о приключениях на Диком Западе не одно поколение. И особенно его любили советские подростки. Я вот держу книжку из этой серии «Мир приключений», изданную когда-то в Молдове. Ну и я очень хорошо помню эти книжные очереди и помню килограммы макулатуры, которые мы сдавали, чтобы получить заветную книгу. Причем в СССР англоязычный классик был намного популярнее, чем в Америке, в стране, где и происходят действия этих романов. Причина во взглядах самого Рида. Он беспрекрас показывал ужас рабского труда на плантациях и сочувствовал индейцам в их борьбе с колонизаторами. В США же, напротив, господствовала ковбойская мифология, героизирующая белого человека на Диком Западе. Но семенолы должны остаться на земле своих отцов. Переселение за много тысяч миль – это смерть для нас. Нам придется себя защищать. Это романтическая литература, которая наполнена увлекательными сюжетами, героями. Главные герои всегда очень яркие, очень живые, благородные. В них отражен такой автобиографический опыт писателя, поэтому они еще и жизненно убедительны. Жизнь самого Майна Рида была похожа на приключенческий роман. Сын бедного деревенского пастора, он должен был стать опорой семьи. Но на четвертом курсе Рид бросил престижный колледж и отправился на корабле в Америку, в Новый Орлеан, навстречу приключениям. Нет, господа, с первым кто спустит курок, я расправлюсь по-своему. Шальные деньги, разборки банд, свободные нравы и крепкие напитки. Романтика южных штатов сразу же поразила ирландского паренька. Рид перепробовал множество профессий. Продавца, актера, учителя, насмотрщика на плантации. К слову, с этой работы он уволился за отказ наказывать рабов. Надсмотрщик за рабами, запомните, на моей земле в людей не стреляют. В людей? Чернокожих вы называете людьми? Руки вверх! Обретя важный жизненный опыт, в итоге Рид понял. Его призвание – писательство. Под псевдонимом «бедный учитель» он стал публиковать стихи и очерки в газетах и журналах. Вот только через некоторое время молодой писатель умер. В газетном некрологе сообщалось, что капитан Рид погиб на фронте Американо-Мексиканской войны. Друзья уже оплакивали Майна, когда выяснилось, что это ошибка. Рид выжил, хотя и получил тяжелое ранение, последствия от которого будут преследовать его всю жизнь. Это война. Она будет следовать за нами повсюду. Однако, именно опыт, полученный на поле боя, стал началом новой главы в творчестве Рида. Его первый роман «Вольные стрелки» покорил сердца читателей и критиков. Следующие книги «Охотники за скальпами», «В поисках белого бизона», «Оцеола вождь Семенолов» и «Всадник без головы» прочно закрепили имя писателя в рядах классиков американской литературы. Главные его герои – это благородные герои, свободолюбивые, жаждущие справедливости, верные в любви. И это герои, которые воплощают такое начало героическое. Попутный ветер сопутствовал писателю и на личном поприще. В 33 года Рид женился на Элизабет Хайт, юной английской аристократке, дочери своего издателя. У нас его называют «Каньон смерти», в нем истребили целое племя индейцев. Так вот, он жалкая канава по сравнению с той пропастью, которая разделяет дочь миллионера и нищего мустангера. Майан Рид жил ярко, так же, как и герои его романов. Получал большие гонорары, но тратил их быстро и весьма экстравагантно. Писатель даже построил в Англии точную копию южноамериканского ранчо, из-за чего оказался на грани банкротства. Уехал в США, чтобы издавать собственный журнал и писать новые книги. Однако эти сочинения не снискали успеха. Семья Майан Рида жила бедно, на его военную пенсию. А вскоре вместе с душевными ранами обострилась и боевая. Под конец жизни писатель мог ходить исключительно с помощью костылей и страдал от приступов боли. Куда вы пойдете, черт побери, без денег? Куда? Вы же разорены. На север. Но я вернусь сюда, обязательно вернусь. Риду сильно не повезло. Он умер, застав процесс падения интереса к его творчеству. И, как это нередко бывает, об авторе вспомнили уже после его смерти. Пройдет немного времени, и романы ирландца вновь станут популярными. Их начнут печатать миллионными тиражами. Но самому Томасу Майан Риду этого узнать будет не суждено. Как и того, что он стал автором, оказавшим влияние на весь жанр мировой авантюрно-приключенческой литературы. А особую любовь Рид заслужил в СССР, где после выхода экранизации его главного романа «Всадник без головы» миллионы советских детей начали подражать персонажам. Сожалею, но мне придется оставить вас. Я спешу. Можете ехать по моим следам.